В комментарии в одном из прошлых видео мне сказали относительно того, что гипсокартон трескает только по одной причине. Некачественно собран каркас. Именно по этой причине лопается швы. Если качественно все сделаешь, то гипсокартон не треснет никогда. Я сейчас хотел привести на самом деле, я не спорю, это одна из причин, но на самом деле их не одна, я насчитал 15. 15 причин, поэтому тем, кому интересна эта тема, пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца. Мы разберем 15 причин, почему трещит гипсокартон. Первая причина, давайте оставим, которую подписчик как раз озвучил, это некачественный каркас. О чем идет речь? Речь идет о том, что, например, он гуляет, он плохо прикручен к подвесу, например, то есть при каком-то механическом воздействии, а возможно и просто, то есть гипсокартон плохо держится, точнее двигается. Вот это вот движение как раз и создает трещины. Вот здесь я соглашусь. Но это всего лишь одна причина. Вторая причина. Плохо закреплен гипсокартон. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что редко, например, прикручены саморезы, то есть плохо зафиксирован гипсокартон за каркас. Это вторая причина. Третья причина. Прорваны саморезы. Некоторые крутят саморезы так, что когда закручивают, немного прорывается саморез. Это еще одна причина, потому что так гипсокартон плохо держится, и если его начать двигать, то есть он отходит от профиля. Это недопустимо. То есть если есть привычка у нас прорывать саморезы, то такой шов будет трескаться. Это тоже, это третья причина. Четвертая. Плохо расшить шов. То есть когда мы слегка срезаем, лишь бы создать видимость, что мы чуть-чуть срезали, чуть-чуть забили, но не глубоко. То есть мы не заполняем шов, мы не склеиваем его друг с другом. Вот это еще одна причина. Потому что сухой шов, подвижный шов, это понятно, что он не заполненный, соответственно, уже там трещина есть заведомо. Малейшее движение, он вообще ничего не держит. То есть эта трещина повторяется уже сверху тоненькой шпаклевки, которую мы накладываем на шов. Так, это у нас получается четвертая причина. Пятая. Плохо забить шов. То есть даже если мы расшиваем хорошо, но мы поверхностно можем забить слегка, то есть не до конца полностью забить шов. То есть это тоже может быть причина, почему трескается гипсокартон. Шестая причина. Нет ленты. Почему? Потому что лента, будь то серпянка, бумажная лента, лента корт, без разницы, она держит листы между собой. Да, понятно, она не держит ее, эти листы, но до такой степени, что там большую нагрузку может выдержать. Нет. То есть, но все равно, то есть какую-то нагрузку в листах она держит. Когда рассыхается гипсокартон, когда что-то с ним происходит, какое-то движение, то есть на ленту идет определенная нагрузка. Если эту нагрузку забрать у гипсокартона, то понятно, будет трещина. Пускай микроскопическая, но будет. Еще такие ленты держат микроскопические трещины, то есть она уже фактически может быть за лентой. Но так как мы ленту наклеили, ее не видно. Поэтому это еще одна причина, такая, я считаю, самая важная. Отсутствие ленты, как на завадских стыках, так и на обрезных. Седьмая причина. Некачественный профиль. Возможно, мы экономим на толщине профиля. Вот есть самые такие жиденькие, некачественные профиля. Поэтому я считаю, это тоже основная причина. Как бы мы ни старались делать такие профиля, все равно это является причиной того, что потом может потрескаться гипсокартон. То есть не нужно экономить на толщине профиля. Некачественный гипсокартон. В частности, я попадался на такую ловушку, покупал самый дешевый гипсокартон в Leroy Merlin. По-моему, 200 рублей еще тогда стоил. Вот я попал на то, что у меня бумага сверху, она практически, ее когда мочишь, она темно-коричневая становилась. То есть это наглядный пример некачественного самого верхнего слоя картона. То есть он и пузырится, он и много в себя влаги впитывает, разбухает очень сильно и может отслаиваться. То есть вот эти вот моменты, соответственно, это все передается в гипс. То есть никакой защиты нет. И, соответственно, это дополнительный момент, что может лопнуть гипсокартон. Я уже не говорю про сам гипс, который, то есть сердечник гипсокартона. То есть, что он тоже может быть хрупким, что он может быть слишком сильно впитывать влагу в себя. То есть много нюансов. Если некачественный гипсокартон, вы сразу это поймете при шпаклевке даже. При нанесении первого слоя он может сразу треснуть. Поэтому нужно тоже не экономить. Нужно покупать проверенных производителей. Вот я это отнес к восьмой причине. Некачественный гипсокартон. Девятое. Не загрунтован или плохо загрунтован шов? Вот некоторые водичкой смочили, например, или просто кисточкой, когда расшивают, прошли и сразу же шпаклюют. Нет, нужно загрунтовать. Если плохо загрунтован шов, шпаклевка не держит листы между собой. При малейшем движении сразу же лопается. То есть это получается у нас девятая причина. Десятая причина. Когда мы шпаклюем, нужно следить за тем, чтобы не было сквозняков, не было сильных ветров, как говорится, в помещении. Потому что, когда быстро высыхает шпаклевка, трещина бывает сразу появляется из-за этого. То есть нужно, чтобы шпаклевка не сохла быстро, отчасти как раз мы ее грунтуем, поэтому, то есть если слишком быстро будет впитываться шпаклевка, то она сразу же треснет, лопнет. И заведомо сразу создастся трещина, которой изначально не было. То есть это только из-за сквозняка может быть. Вот это у нас получается десятая причина. Одиннадцатая. Некачественная шпаклевка. Возможно, долго лежала на складах, возможно, просроченная. У нее, она уже подсхватившаяся. Возможно, вы замечали, когда разводишь такую шпаклевку, она быстро встает. Мне, кстати, задавали недавно под видео вопрос, почему я развел, у меня сразу шпаклевка встала вся, да, засохла. Это как раз говорит о некачественной гипсокартоне, о шпаклевке, что она уже просроченная. Такой шпаклевкой не следует шпаклевать. Шпаклевка должна по регламенту, сколько написано, столько сохнуть. Если она быстро сохнет, значит, это просроченная шпаклевка. Не рискуйте. Ну, я уже не говорю про некачественную шпаклевку. Даже у самого Кнауфа есть разные виды шпаклевок, например, Унифлот и Фугенфюлер. И тот, и тот для заделки швов. Один качественный, второй некачественный. Унифлот более качественный, Фугенфюлер некачественный. То есть он, даже сам производитель, говорит, что он менее жесткий, не такой, как Унифлот. Поэтому, выбирая шпаклевку, тоже обращайте на это внимание. Не требуйте, соответственно, качество такое, которое уже заведомо написано производителем, что оно не будет. Следующий момент. Двенадцатый. Усадка дома. Здесь уже никуда не денешься, как бы вы ни старались, если дом усел. В частности, даже вот каркасный дом, там, да, например, доску повело, еще что-то. Вы ничего не сделаете. Трещина по-любому вылезет. Здесь уже больше к строителям проблем нужно, ну, то есть вопросов задавать. Насколько качественно сделан каркас, как он защищен от влаги, от воздействия осадков окружающей среды. То есть здесь очень много вопросов. Но если такое происходит, то гипсокартон не спасет. То есть на это тоже следует обращать внимание, что усадка дома, это не только каркасных домов, но и обычных, бетонных, блочных, газобетонных. То есть все дома дают усадку, много зависит от фундаментов, много зависит от нарушения каких-то там конструкций силовых. Вот, поэтому здесь вопрос очень широкий. Нужно на это тоже обращать внимание. Вот, следующий момент. Это влажность. Когда в помещении высокая влажность, гипсокартон очень не любит этого. То есть он сильно впитывает в себя влагу. И потом при сквозняках, при хорошей температуре, все это испаряется, ну, быстро высыхает, и он лопается. То есть это нормальный процесс для гипса, что когда слишком влажно, потом высыхает, он лопается. То есть мы не должны допускать слишком большой влаги. Если в помещении влажно, это первый звоночек того, что гипсокартон будет трещать. Следующий момент. Четырнадцатый. Перепад температур. То есть когда, допустим, у вас, вы решили не отапливать дачный какой-нибудь домик, чтобы сэкономить. Или еле-еле подтапливаете там 10 градусов. То есть может потрескаться. Гипсокартон не любит перепад температуры. Если вы находитесь, то есть сделали ремонт, то будьте добры поддерживать стандартную температуру, там 20, максимум 15 градусов. Вот, и соответственно, чтобы не было резких перепадов температуры. Это тоже чревато для того, что гипсокартон может потрескаться. Следующий момент. В стенах есть дыры, то есть сифонит. Когда вы зашиваете, допустим, гипсокартон, а за стеной там какие-то есть прогрехи. Допустим, бывает так, что подрозетник вырезал, руку подносишь, а из нее дует. Это говорит о чем? О том, что где-то что-то подбывает в самой стене. То есть это тоже может быть причиной того, почему лопаются швы. Потому что какой-то сквознячок, вот как раз про чем мы и говорим. Допустим, у вас стена впитала влагу в себя по разным причинам. И какой-то сквознячок, вот этот вот продувается ветерок. Допустим, дверь открыли, и через розетку пошел сифон. И начинается резко сушиться гипс из-за сквозняка. Соответственно, вот вам трещина. Тот же эффект, что и со сквозняком. Поэтому нужно обязательно за гипсокартоном все сифоны запенить и заделать. Вот такие основные 15 причин. Возможно, есть еще какие-то, напишите в комментариях. Поэтому на самом деле это очень важно. Некоторые причины зависят от рабочего. Некоторые не зависят от рабочего. Некоторые зависят от заказчика, от строителей. Поэтому нужно их все предвидеть, нужно их все решить. И тогда будет никаких проблем. Ну, тогда не скажу, что никаких не будут. Тогда будет меньше проблем с трещинами. Потому что гипсокартон сам по себе это очень проблемный материал. Вот очень сложно дать гарантию. Я еще раз повторю, не даю гарантию на гипсокартон. Потому что, как я вот эти причины перечислил, на самом деле половина из них очень сложно проконтролировать. И в частности заказчик может это сделать. То есть, как можно дать гарантию. Поэтому здесь нужно тоже быть внимательным, осторожным. И отвечать за свое качество. За качество, которое ты можешь контролировать. А то, что ты не можешь, как ты за это можешь ответить. Вот такое небольшое видео. Возможно, кому-то будет полезным. Все, что хотел сказать. Какие-то вопросы пишите в комментариях. На этом все. До новых встреч.